Давайте начнем с обычного человека. Могу вам сказать одно. Как говорят в бизнесе, самые большие деньги делаются именно в период каких-то таких экономических кризисов, катаклизмов. Я к чему это говорю? К тому, что если мы не будем лежать на диване, упершись в этот телевизор, переключать каналы, задрав ноги, кричать, боже, как все плохо. А если мы будем работать каждый день, неважно, чем человек занимается, он должен работать. Каждый день работать, думать о своей семье, думать о будущем. Понимаете, не впустую проводить время. Время ведь это самое ценное, что человек может потерять, помимо здоровья. Здоровье, наверное, первое, время это второе. Человек должен постоянно находиться в работе. Вот знаете, у меня, слава богу, две профессии. Когда какие-то экономические, очень серьезные катаклизмы, я ухожу в кино. Потому что в кино это, знаете, искусство, там другие люди, ты как-то вот растворяешься. Как только начинается подъем экономический, я кино бросаю, иду в бизнес. То есть все время ты переключаешь какую-то свою энергию. Ну я на банальном уровне объясняю, но надо переключаться. Вот сейчас кино не снимается, в экономике все прошиво, и я начала учить языки на серьезном уровне, учить языки, потому что у меня новые партнеры появились, там, из арабских регионов, и все. Я стала учить языки. Я для себя, вы знаете, открываю совершенно другой мир, там, другую литературу, поэзию. Мне так интересно. И вот трачу на это время. Да, мне все говорят, зачем ты это делаешь? Для чего? Куда ты собралась? Изучая арабский язык. Я говорю, я никуда не собралась. Я принадлежу к 3% людей, которые стараются себя развивать каждый день. Не для того, чтобы, я не знаю, пойти там в акилл, понимаете, а для того, чтобы просто понимать другую культуру. Я ищу всегда для себя зоны, где я могу заработать деньги, потому что у меня дети, и мне этих детей надо содержать, мне нужно их, понимаете, там, скармливать. И я все время как бы вот в такой вот динамике нахожусь. Поэтому займитесь чем-нибудь, черт подери, делом займитесь. Не ходите там, не митингуйте, не вопите, не кричите и не стреляйте друг в друга, а займитесь делом. Вот каждый из нас займитесь своим здоровьем, своим телом, своим делом, не знаю, своими детьми, занимайтесь детьми. Потому что мы же детьми не занимаемся, у нас времени никогда катастрофически нет. Заниматься собой, это прежде всего своим сознанием, тренируйте свой мозг, каждый день тренируйте, читайте, впитывайте. И кругозор, когда твой кругозор расширяется, ты мыслить по-другому начинаешь. И вернемся к информационной войне. А когда у человека большой кругозор, у него есть собственное мнение, и он не подастся никогда на какие-то дешевые провокации. У нас их нет как таковых, но если ты выезжаешь на запад, слушаешь, что там несут по всем каналам, то есть у тебя должно быть собственное мнение. И ты должен это мнение защищать, для того, чтобы ты не должен быть стадом, ослом в стаде. Это моя такая позиция. Не знаю, как народ рассуждает, времени нет, денег нет, ничего нет. Да можно все без денег делать, в интернете вон, сиди, изучай английский язык, изучай еще что-нибудь, читай, придумай себе дело, вяжи, рисуй, продавай потом свои рисунки. Каждый на своем уровне, понимаете? Помните эта история с девочкой слепой, у которой собаку украли? Девочка стоит в переходе, поет. Стоит, поет, она лишена очень многого в этой жизни, но она же не сидит дома, понимаете? Она стоит в переходе и поет, и вызывает огромное уважение. Продолжение следует...